Здравствуйте! На телеканале ОТВ новости в студии Елена Женченко. И вот что сегодня оказалось в центре внимания. Выборы – это важная процедура, требующая строгого соблюдения порядка. В Сахалинской области за работой более чем 170 избирательных участков следили сотрудники Центра общественного наблюдения. Подробнее расскажем далее. Не переключайтесь. Лучшие повара Южно-Сахалинска организовали для островитян конкурс семейной кухни. Каждой команде предстоит приготовить блюда из продуктов, которые всегда есть под рукой. Подробнее об этом расскажем через несколько минут. Трубач, гребешок, кита и горбуша в Южно-Сахалинске состоялся уже традиционный праздник – остров Рыба. И об этом расскажу я, Евгений Коньков. Валерий Лимаренко Все проходило достаточно спокойно. Избиратели приходили стабильно, можно сказать. Очень много погоды позволило. Был подвоз осуществлен также для избирателей 8 сентября. Все хорошо. Люди приходили с хорошим положительным настроем. Все прекрасно. Сахалинцы могли отдать свой голос за одного из четырех кандидатов. Это, безусловно, была конкурентная кампания. И мы на ней показали хороший результат, фактически разделив второе место с КПРФ, уступив им лишь 0,15%, что для новой политической силы, конечно же, я считаю, очень хорошо. И считаю это нашей маленькой победой. В целом, серьезных сколь-нибудь нарушений, я так понимаю, не было. Я имею в виду те нарушения, которые бы звучали или имели значимость. Поэтому, можно сказать, что в целом удовлетворительно. Все присутствующие на избирательных участках отмечают доброжелательную атмосферу. Многие шли на выборы, как на праздник. Я считаю, что именно процесс организации и наблюдения за прохождением выборов был исключительно на высоком уровне. Семей было очень много. Ходят активно. Возрастные люди вообще говорят, мы с праздником вас. Приходят, здороваются и поздравляют нас с праздником. Мы в ответ тоже очень рады за такой позитив. То есть для людей все-таки выборы – это праздник. В целом, в течение трех дней мы наблюдали отличную работу всех избирательных комиссий. Выборы в целом прошли на высоком профессиональном уровне. Считаем, что выборы легитимны. Уверенную победу на выборах одержал действующий губернатор Валерий Лимаренко. Жители области открыто и честно сделали свой выбор. Сахалинцы и куличане вновь доверили мне регион. И я считаю, что это результат работы большой команды. Ее костяк – не только члены правительства, депутаты, мэры, а также представители общественных объединений, волонтеры, простые люди. За последние пять лет явно приобретает все лучшие очертания ориентиров всей России и достойным званием форпост на Дальнем Востоке. Я горд, что я являюсь сахалинцем и всегда об этом говорю с высоко поднятой головой. Результат состоявшихся, уже можно говорить, что состоявшихся выборов, он абсолютно, на мой взгляд, закономерен. В ближайшее время глава региона вновь официально вступит в должность Елена Лим, Дмитрий Протасов, телекомпания ОТВ. Штаб общественного наблюдения работал без перерыва все три дня голосования. Более 290 наблюдателей следили за выборами в островном регионе в режиме реального времени. Наблюдаем, то есть мы имеем возможность наблюдать общие камеры на общем экране. Если у нас вызывают какие-то сомнения, у нас есть ноутбуки, где мы имеем возможность подключать тот или иной участок и прямо детально рассматривать, приближать, увеличивать. И в случае, если мы выявляем, по нашему мнению, какое-либо нарушение, то есть мы тут же связываемся. У нас 291 избиратель. На каждом избирательном участке присутствует по одному, это 285. Шесть у нас будут избиратели, которые будут в местах лишения свободы на тех участках работать. И, соответственно, мы готовы наблюдать и эту почетную миссию уже пять лет нашему штабу, этому центру наблюдения, как мы проводим такое общественное наблюдение за этим процессом. Как отметили наблюдатели, голосование прошло в соответствии с установленными правилами и без нарушений. Подробнее о том, как в этом году прошла выборная кампания и в чем ее отличие от предыдущих, рассказал заместитель председателя избирательной комиссии Сахалинской области Павел Сиваконов. Павел Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Значимое событие в Сахалинской области наконец-таки состоялось. Сегодня можно подвести предварительные итоги. Как вы оцениваете ход этой избирательной кампании? Были ли зафиксированы какие-либо нарушения? Самый главный итог кампании – то, что выборы состоялись. кампания прошла спокойно, каких-то значимых, больших жалоб, которые бы влияли на ход, на процесс голосования, которые бы препятствовали выявлению истинной воли избирателей, не поступало. Поэтому достаточно высокая активность избирателей была проявлена во время выборов. Я могу сказать, что явка составила около 42%. На аналогичных выборах губернатора, которые состоялись у нас в 2019 году, явка была 37%. То есть практически на 5% выросла явка. Если говорить о районах, в каких районах явка была выше, в каких, может быть, традиционно ниже? Есть такие у нас районы? Есть, конечно. У нас традиционно самая высокая явка – Южнокурильский район. Он у нас в лидерах уже не первую избирательную кампанию, там явка избирателей около 80%. Курильск, Ноглики, Макаров – это вот районы, где явка свыше 50%. То есть это вот достаточно высокая явка. Но небольшая явка, относительно небольшая, конечно же, это Южно-Сахалинск. Ну, тут традиционно большой город, поэтому явка, как бы, вот она там не очень большая. Впервые выборы губернатора Сахалинской области проходили в течение трех дней. Вот в этой связи были ли какие-то сложности в организации выборного процесса? И как такое длительное время для голосования повлияло на процент явки? Ну, законодатель нам предоставил возможность принимать решение о количестве дней голосования от одного до трех. Мы этим правом воспользовались избирательной комиссией Сахалинской области. Мы такое решение приняли. Оно было обусловлено целым рядом факторов. Были проведены предварительно консультации с политическими партиями, с общественными организациями. Члены нашей избирательной комиссии дискутировали между собой. У нас это уже не первые выборы. Вы правильно сказали, губернаторские это первые, да, многодневные. Но вообще это не первые выборы многодневные. По итогам таких выборов мы получаем только отзывы и благодарности от избирателей. Это существенно расширяет возможность избирателей реализовать свое активное избирательное право. Мы отслеживали статистику явки в течение всех трех дней. И я могу сказать, что самый активный день с точки зрения голосования избирателей была пятница. То есть порядка 20% из общего количества пришедших на выборах пришли в пятницу. Ну, то есть, наверное, здесь и логично, да, избиратели, наши жители хотели освободить себе выходные. И до работы, в обеденное время, после работы участки были открыты до 8 часов вечера, проголосовали. И вот половина из тех, кто пришел, именно в пятницу отдали свои голоса. Субботу было поменьше, но воскресенье немножечко побольше. Я знаю, что впервые также у нас были открыты участки для голосования в Донецкой Народной Республике. Можете рассказать об этом? Да, у нас был, мы создали экстерриториальный избирательный участок, были обращения от солдат, которые участвуют в специальной военной операции, являются жителями Сахалинской области. Они обращались к губернатору, были такие обращения к нам в комиссию. И председателям комиссии было принято решение. И мы организовали экстерриториальный избирательный участок. Это первый опыт такой у нас в Донецкой Народной Республике на базе 68-го армейского корпуса. Члены этой экстерриториальной комиссии военнослужащие все. Мы обеспечили их всеми техническими необходимыми средствами, ящиками для голосования, ширмами, информационными материалами. Помогли изготовить бюллетени на месте, проинструктировали всех членов комиссии. И они уже дальше отрабатывали, осуществляли это голосование. Голосование у нас там проходило с 28 августа по 5 сентября. Мы очень благодарны нашим членам участковой комиссии, военнослужащим, которые это делали. Потому что оно проходило в очень непростых условиях. В основном в ночное время, на линии боевого соприкосновения. То есть все было очень непросто. Но с поставленной задачей они справились достойно. И обеспечили голосование вот как раз наших воинов, наших избирателей, которые находятся там для выполнения специальных задач. Павел Викторович, благодарю вас за беседу. Всего вам доброго. Спасибо вам. Инициатива губернатора Валерия Лимаренко об увеличении квоты на свободный вылов горбуши рыбакам-любителям с трех до пяти хвостов поддержали в Росрыболовстве. Детали предстоящих изменений глава региона обсудил на встрече с руководителем федерального ведомства. Равняемся на наших рыбаков. Мы пытаемся, чтобы все было у нас в этом секторе экономики успешно. Благодарим вас за поддержку. Плюс, конечно же, мы увеличиваем количество мест для осуществления любительского рыболовства. Было сейчас 55, будет на следующий год 77. И это, конечно, позволит рыбакам-любителям на всем Сахалине активно заниматься своим любимым делом. Стороны обсудили создание рыбоперерабатывающих заводов на территории региона, морских судов из композитных материалов, меры регулирования добычи креветок в западно-сахалинской подзоне, а также развитие научной отрасли на базе САХГУ. На реке Рогатка в Южно-Сахалинске открыли обновленную набережную. В общественном пространстве появились амфитеатр с видом на воду и лестничный спуск, а также яркое освещение. Смонтировали камеры видеонаблюдения. Средства были выделены из федерального бюджета. Проект победил во всероссийском конкурсе по формированию комфортной городской среды. Здесь можно гулять с семьями, с детишками. Можно в кафе посидеть. И можно насладиться красотами Южно-Сахалинска, рядом в парк сходить. Это, конечно, очень хорошо. Наш город развивается самый чистый, самый цветущий сегодня. И, конечно, вот эта набережная, это будет замечательное украшение нашего города. Уже здесь всегда много людей. Желаю вам счастья, успехов, удачи. Южно-Сахалинск растет. И самый главный успех нашего города – это наши замечательные энергичные люди. Северную часть набережной продолжат совершенствовать. Она обещает стать многофункциональной. Соединиться с городским парком велопешеходным мостом. Впереди еще несколько этапов благоустройства до проспекта Мира, которые будут проходить при поддержке правительства Сахалинской области. Поддерживать юные таланты будут в новом региональном центре «Сахалинтех-Алайт». Работать начнут по нескольким направлениям – спорт, наука, искусство. Обучать детей приедут педагоги, тренеры и вожатые из других регионов. Уникальный центр «Сахалинтех». Почти как настоящий вулкан Алоид, высочайший на Курилах, символ нового в области центра «Сахалинтех». Дали такое название, потому что от него ближе всего к звездам. В центре одаренные дети будут изучать три направления – спорт, науку и искусство. 92 ребенка талантливых в направлениях наука, спорт, искусство сегодня станут первыми участниками полномасштабной программы по центру одаренных детей. Спорт будет заниматься сборами по горнолыжному спорту, искусство будет заниматься вокалом, а ребята трека «Наука» впервые будут обучаться на смене экономикой мирового океана. Дети будут проживать в центре 21 день от школы. Их не отрывают, делать уроки и посещать занятия будут дистанционно. Сначала юные таланты проходили тщательный отбор. Эксперты смотрели дипломы, грамоты и только потом определяли списки тех, кто поедет учиться. Стас из Александровска-Сахалинского занимается горными лыжами и хочет совершенствовать свои спортивные навыки. Тренер позвонил родителям, и родители сказали мне. Новое это место и для вожатых. Никита Шутунов учится на четвертом курсе направления пожарной безопасности. Работал с детьми в разных лагерях. Во-первых, это интересно. Во-вторых, чтобы они завели себе новые знакомства. Ну и в-третьих, открыли себе что-то новое. Программа насыщенная. Помимо глубокого изучения своего направления, детям покажут и другие сферы. Мы будем приглашать их в театры, в наши библиотеки, в наши музеи, чтобы это все было со стороны видно, насколько это интересно. Мир такой богатый, необычный. Обучать юные таланты будут школьные учителя и преподаватели из университетов. Эльвира Хан, Назира Караханова, Константин Кюндюк, телекомпания ОТВ. Деликатесами из морепродуктов угощали гостей фестиваля «Остров рыба», который стал визитной карточкой гастрономического Сахалина. Евгений Коньков побывал на празднике. Живая музыка улучшает пищеварение. А переваривать на фестивале можно было все, что вводится в Сахалинских морях и озерах. Елена Филипова продает традиционные островные деликатесы – трубач, осьминог и свежая вареная креветка, привезенная из Углегорского района. Считается, что выловленные в татарском проливе ракообразные вкуснее, чем их собратья с восточного побережья. Потому что, которая на восточном побережье и на юге, она в основном озерная и питается морской травой, травоядная. А та, которая добывается в море, она поедает мелких рачков, разлагающую рыбу. Поэтому у нее текстура самого мяса и привкус мяса отличается. А еще можно было отведать готовое блюдо из гребешка, выложенные на ракушки и украшены ломтиком лимона. Цена, конечно, кусается, но выглядит аппетитно. Впрочем, не только морепродукты стали гвоздями праздника. Петр Гурулев владеет пасекой и выставил на продажу свою медовую продукцию. Говорит, что сахалинский мед отличается от материковского. У нас нет традиционных медоносов, поэтому пчелы собирают его из альтернативных источников. Наш мед сахалинский отличается органолитическими свойствами, тем, что он, скажем, очень насыщенный вкус у него. И очень большое присутствие борщевика, который дает именно кислинку, терпкий вкус. И также у нас еще осенний взяток идет с кислицы, она же сахалинская гречиха. Но отведать готовых блюд можно было и бесплатно. Для гостей фестиваля приготовили китайское лакомство из рыбы и риса. Хорошо сделали, молодцы. Попробовала вот это горячее, очень вкусно было. Рис с овощами и с рыбой. И, конечно, какой рыбный праздник без ухи. Ее приготовили шеф-повара сахалинских и приморских ресторанов. Горячее блюдо стало кульминацией общего праздника гастрономических изысков. Евгений Коньков, Дмитрий Протасов, телекомпания ОТВ. А накануне фестиваля «Остров рыба» сахалинские семьи посостязались между собой в приготовлении блюд из лосося. Площадкой кулинарного соревнования «Семейная кухня» стал Сахалинский техникумом сервиса. Алина Достаева оценила кулинарное предложение вместе с жюри. У каждой семьи, конечно, свои традиции и устои. Но для многих важно собираться все вместе, хотя бы перед праздниками и готовить. Эти веселые женщины из команды «Сестричник» всегда пробуют что-то новое и интересное. Для жюри они готовят рулетики из лосося в сливочном соусе. Про конкурс мы прочитали в прошлом году и с удовольствием приняли участие. Вообще мы стараемся в общественной жизни много участвовать, отслеживаем, где проводятся непрофессиональные конкурсы или, может быть, какие-то вложения в общество. Мы стараемся поддерживать семейные традиции. Наши родители собирались, и мы всегда собираемся по пятницам, стараемся приготовить и удивить чем-то новым, вкусным, и попробовать и оценить. На конкурсе «Семейная кухня» участники показывают свое умение работать слаженно. Продукты на каждом столе одинаковые. Блюдо можно приготовить любое, но главным ингредиентом обязательно должен быть лосось. В этом году «Семейная кухня» 5 лет. Но начинали мы с укротителя лосося. Тогда участвовал один человек, это была команда. То есть приготовление блюда из горбуши проходило первый раз на ярмарочной площадке. Каждый участник разделывал рыбу, готовил, презентовал ее. А сейчас это все выросло максимально. На приготовление каждой команде отведено полтора часа. Оценивают кулинарные шедевры профессиональные шеф-повара. На столе у нас блюда, продукты, которые участники могут использовать при приготовлении блюда. Основная задача, чтобы члены жюри оценили по вкусу, вкусовым качествам внешнему виду блюда. А также во время приготовления ребята оценивают внешний вид продуктов и приготовление по санитарии. Самое нужное – это вложить душу в блюдо. И вот на стол судьям выносят рыбные рулетики с белым соусом и шапочкой из красной икры, стейки и запеченную рыбу. Все это просто тает во рту. В результате победу забрала команда «Сестричник». Трио торжественно наградили на фестивале «Остров рыба». Алина Достаева, Юрий Рыжов, телекомпания ОТВ. Это еще не все новости. Смотрите сразу после рекламы. В Южно-Сахалинске подвели итоги народного голосования САХОНЛАЙК. В этот раз читатели выбирали лучшую кондитерскую города. Кто победил, расскажем далее. Не переключайтесь. Встретиться с мифическими русалками, полярными медведями в Арктике и поморами. Необычным музыкальным спектаклем смогли насладиться зрители на постановке сказ о дальних берегах. Театра на воде Марии Киселевой. Подробнее об этом расскажу я, Эльвира Хан. Вы потеряли работу, и вам необходима помощь в ее поиске или социальная поддержка в этот период? Обратитесь в Центр занятости населения через единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России». С использованием сервисов портала подготовьте резюме, подайте заявление на поиск работы, отметив, претендуете ли вы на пособие по безработице. Вся информация о дальнейшем взаимодействии со службой занятости будет доступна в вашем личном кабинете цифровой платформы «Работа в России». А ты знаешь, что в Сахалинской области ведется активная борьба с несанкционированными свалками? Сделай свой вклад. Зафиксируй место сброса отходов на фото, сообщи о ситуации через портал «Сахалин.онлайн», прикрепи фото и укажи точное место расположения. Проследи за исполнением. О ликвидации свалки придет уведомление. Сделаем наши острова чище вместе. Причина более чем 90% лесных пожаров – человек. Убедись, что этот человек не ты. Цифровая платформа msp.rf – это более 20 полезных сервисов для предпринимателей и предприятий. Узнайте о региональных федеральных мерах поддержки, пройдите бесплатное обучение, подберите земельный участок, оформите заявку на льготный заем. Станьте поставщиком ритейлеров и производителей. Подробнее на msp.rf. Жители Невельска отметили 170-летие города. Главное торжество развернулось в рекреационном парке на набережной. Здесь юные художники работали над картинами с местными достопримечательностями. Мастера декоративно-прикладного искусства предлагали свои изделия, а многочисленные заведения общепита бесплатно угощали блюдами русской, татарской, корейской, узбекской и японской кухонь. И сегодня мы можем видеть вместе с вами, какой Невельска становится замечательной, интересной, красивой, разнообразной. Улицы благоустраиваются, территории общественные, комфортная среда создается. И хочу сказать, дорогие друзья, что это все только благодаря вам. В Невельске в честь праздника испекли огромный рыбный пирог в форме символа города – Сивуча. Весь день горожан и гостей развлекали сахалинские артисты, а хедлайнером выступила известная певица Слава. Филиал театрального института имени Бориса Щукина открыли в областном центре. Учебный процесс будет проходить в здании Южно-Сахалинского педагогического колледжа. К открытию приурочили и премьеру спектакля «Медный всадник». Елена Лим подробнее обо всем. От идеи до реализации прошло чуть больше года. Когда возникают театральные студии или театральные школы, обычно зданий они не имеют. Сначала возникает школа, а уже потом, зачастую с большими муками, обретается здание. А в случае, когда здание построено, готово, отремонтировано… Филиал театрального института имени Бориса Щукина разместили в центре Южно-Сахалинска. Помещения полностью оборудованы. Мы получаем репетиционные аудитории, лекционные аудитории, помещения для репетиций и занятий. Еще через 2-3 месяца строители, говорят, сдадут нам целый учебный театр. То есть, ну, этому можно только позавидовать. Конечно же, учебная программа, по которой здесь будут работать, это полная учебная программа актерского отделения, которая существует в институте имени Бориса Щукина. Те же самые дисциплины, те же самые требования, скажу больше, что в апреле планируется сделать такой вот подготовительный класс. В честь большого события для странного зрителя приготовили спектакль «Медный всадник». Это новый формат, в котором балет и драматический театр стали единым целым. Я жду что-то нового. Вообще случайно попала сегодня на этот спектакль, но я надеюсь и уверена даже, что я буду довольна. И то, что можно провести качественно на свой выходной, это еще больше меня радует. Этот спектакль мы сделали вместе с Академией имени Вагановой. И это такой специальный проект в рамках работы со школьными театрами. Когда-то мы подумали, что занимаясь школьными театрами, нужно показывать пример, что мы подразумеваем по театрам. И вот мы тогда выбрали это произведение. Набор студентов на очное обучение по специальности актер драматического театра и кино начнется уже весной. А 1 сентября следующего года филиал Щукин начнет полноценную работу. Елена Лим, Дмитрий Протасов, телекомпания ОТВ. В областном центре продолжается награждение победителей народного голосования САХОНЛАЙК. На этот раз выбирали лучшее кондитерское заведение Южно-Сахалинска. По результатам опроса, проведенного на сайте САХОНЛАЙН, первое место заняла кондитерская лавка. Она получила наибольшее количество голосов. Знаете, признание жителей нашего города – это всегда приятно, это всегда значимо, потому что, в общем-то, мы работаем для них. И когда люди оценивают нашу работу, голосуя на портале САХОНЛАЙН, и мы получаем большинство голосов, конечно, это приятно. Это говорит о том, что мы на правильном пути. В телеграм-канале САХОНЛАЙН КУРИЛЫ каждую неделю проводятся голосования за лучшие места, предприятия и людей разных профессий в регионе. Принять участие может каждый. Яркое представление устроили в Центре водных видов спорта, открывшемся в Южно-Сахалинске. Сказочную историю показали артисты театра «На воде» известной синхронистке Марии Киселевой. Ильвира Хан впечатлилась. Кто такой? Костик. Константин. Куда путь держишь? В Архангельск. Что везешь? А ну-ка покажи. Вперед в прошлое. Перемещение во времени и пространстве – главная составляющая спектакля «Сказ о дальних берегах». Цель Костика и рыбки Ассоль – доставить сундук с сокровищами до Архангельска для строительства первого в России порта на Белом море. Моя роль – одна из главных. Я играю персонажа по имени Костик. 15-летний такой подросток, очень любознательный, который, собственно, находит ларец с сокровищами, которые ему необходимо через кучу сложностей доставить до порта, который будет построен. И ему в этом помогает его спутница – рыбка Ассоль. Спектакль «Сказ о дальних берегах» соединил в себе исторические факты сказочных персонажей, спорт и искусство. С открытием Центра «Волна» на Сахалине появилась возможность заниматься новой для островного региона дисциплиной синхронным плаванием. Совершенно уникальное сооружение со всеми современными технологиями и с возможностью проведения здесь абсолютно разных мероприятий. И тренировочных мероприятий по всем водным видам спорта. И проведение соревнований, спортивных мероприятий. И даже спектакли. В спорткомплексе смогут заниматься спортсмены отделения прыжков в воду и водного пола. Два бассейна отвечают международным стандартам. Мы будем планировать и уже планируем провести здесь соревнования, чтобы показательные какие-то игры, чтобы люди увидели этот красивый, мужественный вид спорта, который дает очень много в жизни для человека. Новые возможности здесь не только для спортсменов. Островному зрителю предстоит увидеть еще не один спектакль на воде. Эльвира Хан, Юрий Кантомиров, телекомпания ОТВ Напомню, что эти и другие новости вы можете посмотреть в наших социальных сетях, а также на сайте САХОнлайн. На этом у меня все. Спасибо за внимание. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok На улице выберите открытое место. Остерегайтесь падающих предметов и проводов. После землетрясения окажите по возможности первую помощь пострадавшим и включите радиоприемник. Остерегайтесь повторных толчков. Так вы убережете себя и своих близких. Ты можешь стать кем угодно. Спорт, бизнес, семья, путешествия. Добро пожаловать в мир, где ты являешься автором любой истории. Нет границ на пути саморазвития. Ставишь цель и добиваешься. Не дай соблазном все перечеркнуть. Один укол или затяжка и всему конец. Дальше лишь тьма, одиночество и смерть. Наркотики или жизнь. Победа или поражение. Решай. Минэкология Сахалинской области приглашает жителей региона присоединиться ко всероссийской акции «Выбираю чистый воздух». Цель проекта – кардинальное снижение уровня загрязнения воздуха. Участникам предлагают отказаться от топливного транспорта и использовать альтернативные способы передвижения. Необходимо фиксировать пройденные расстояния в любом приложении «Шагомере» и делать публикации ВКонтакте с хэштегом «Выбираю чистый воздух». 22 сентября объявят города-лидеры и наградят активных участников. Ты инвестор и столкнулся с проблемой? Знай, ты не один. Министерство инвестиционной политики Сахалинской области поддержит тебя на любом этапе. В Сахалинской области внедрен региональный инвестиционный стандарт. Новые условия поддержки инвесторов позволят преодолеть все препятствия на пути к реализации проекта. Обратиться за помощью просто. Это можно сделать онлайн на сайте investinsahalin.ru. Министерство инвестиционной политики всегда готово к диалогу. Вести собственный бизнес несложно. Министерство инвестиционного 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 ин Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok